представляем вашему вниманию 5 грузовых судов севших на мель на пятом месте хэнса констатушен 193-метровый контейнеровоз построенный в 1997 году и плававший под немецким флагом 6 апреля 2014 года днем сел на мель у спортивной площадки университета гонконга в бог full-on по словам местных жителей капитан корабля бросил якорь чтобы замедлить движение судна так как оно остановилось всего в нескольких метрах от набережной популярной среди бегунов корабль направлялся из якогамы в шэньчжэнь когда как полагают его сбил с курса мусонный ветер из-за которого отказал двигатель команда сделала все возможное чтобы корабль не ударился о берег на слишком большой скорости но в конце концов этого оказалось недостаточно на самом деле в аварии обвинили сочетание потери мощности и ветра и судно провело нами ли лишь короткое время для спасения были задействованы два водолазных судна поддержки и два пожарных катера в итоге корабль от буксировали от берега и занял местную якорную стоянку для осмотра к счастью о загрязнении прибрежной территории не сообщалось сообщений о пробоине корпуса травмах или пострадавших на борту корабля не поступало к счастью для интернет зрителей несколько тысяч жителей выстроившихся вдоль набережной видели как разворачивается авария и схватили свои камеры чтобы сфотографировать происходящее на четвертом месте crimson polaris корабль crimson polaris под флагом панамы сел на мель на севере японии и раскололся надвое судно crimson polaris водоизмещением 39 тысяч 910 тонн перевозившая древесную щепу села на мель 11 августа 2021 года утром в гавани хотинохи ему удалось освободиться но из-за плохой погоды он не смог далеко уйти и в итоге бросил якорь примерно в четырех километрах от порта судно раскололось на две части рано утром на следующий день позже в тот же день было видно нефтяное пятно длиной 5 километров и шириной около одного километра но патрульные катера принимали меры по его локализации две части судна не двигались и находились под пристальным наблюдением патрульных катеров позже корма затонула а переднюю часть отбуксировали в порт для разгрузки на третьем месте архаданас грузовой корабль архаданас сел на мель в корсиканском заповеднике 90 метровое грузовое судно села на мель в нетронутом морском заповеднике в проливе бонафисия у французского средиземноморского острова корсика капитан не повернул руля вовремя и направился прямо к побережью несмотря на неоднократные звонки в течение почти часа от регулировщиков на корсике и соседней сардинии в итоге судно застряло в песке не наклоняясь и не пролила нефть но в качестве меры предосторожности принимаются меры по борьбе с загрязнением корабль застрял посреди островов природного заповедника устья бонифаче в охраняемой зоне которая очень чувствительно к окружающей среде по данным морской полиции разлива нефти не произошло заповедник площадью более 80 тысяч гектаров является крупнейшим на материковой части франции раем для дайверов с несколькими небольшими островами в проливе отделяющим французскую корсику от итальянской сардинии на втором месте рина контейнеровоз рина вместимостью 3351 контейнер принадлежавший греческой судоходной компании судно было построено в 1990 году 5 октября 2011 года из-за ошибок навигации у рифа астролябия рена сел на мель недалеко от тауранги новая зеландия что привело к разливу нефти в течение нескольких месяцев она страдала от постоянных сильных ветров и бурного моря и 8 января 2012 года рена переломала надвое после особенно суровой ночи плохой погоды к 10 января 2012 года кормовая часть соскользнула с рифового берега и почти полностью затонула судно оказавшиеся в центре крупнейшей в новой зеландии катастрофы связанной загрязнением моря к июню 2014 года было спасено примерно 77 процентов первоначальных контейнеров все топлива и масла были удалены за исключением около одной тонны обломков шли постоянные поиски последнего контейнера с пластиковыми бусинами в ходе спасательных работ из территории вывезено более 850 тонн мусора феврале 2016 года дайна шиппинг получила согласие оставить ненайденные части м в рина на рифе спасательно-восстановительные работы были завершены 4 апреля 2016 года и бывшая зона отчуждения вокруг объекта была снята в мае 2021 года капитан и штурман рены были приговорены новозеландским судом к семи месяцам заключения каждый на первом месте два братья ever given и ever forward это одни из крупнейших контейнеровозов в мире 23 марта 2021 года во время путешествия и стан джунг пилипас в малайзии в роттердам в нидерландах под командованием капитана кришна на кантавеля корабль сел на мель в суэцком канале заблокировав канал 8 буксиров в течение шести дней поднимали судно на воду совместно с экскаваторами убирающими песок со стороны канала где заклинило нос судна спасательные бригады освободили судно 29 марта 2021 года корабль был отправлен при помощи буксира к большому горькому озеру для технического осмотра что стало первым шагом к открытию канала 13 апреля администрация суэцкого канала объявила что судно было арестовано по решению суда до тех пор пока владельцы не выплатит компенсацию в размере 900 миллионов долларов позже компенсация была сокращена до 600 миллионов 7 июля 2021 года египетские власти освободили судно после того как было достигнуто неустановленное соглашение было объявлено что египет также получит 75-тонный буксир от японского владельца корабля шуики зэнкейша в рамках компенсационного пакета ever given отплыл в порт сайт были проведены инспекции корпуса и судно наконец отплыло 12 июля после более чем 100 дневной задержки ареста через год 15 марта 2022 года трехсот тридцати четырехметровый контейнеровоз с ироничным названием ever forward застрял в часапикском заливе ровно через год после того как его двоюродный брат ever given заблокировал суэцкий канал в египте судно ever forward под флагом гонконга села на мель в воскресенье вечером после выхода из часапикского залива в балтиморе корабль направлялся в норфолк штат вирджиния в данном случае ситуация не такая страшная контейнеровоз ever forward не блокировал канал поэтому другие корабли могли его обойти хотя вокруг судна было 500 ярдовая зона безопасности после месяца простоя в часапикском заливе в мариленде грузовое судно ever forward наконец освободилось благодаря приливу нескольким буксиром и баржам и возможно маленькому чуду пасхального воскресенья экипажи подняли 1095 футовое судно с мелководья у пассадины штат мэриланд